Давай ты вернешь мне деньги и мы мирно разойдемся. Деньги не вернул. Сейчас будем разбираться. Пойдите запустить свой сервер и грести хасл с наивных. Я еще не успел договорить. А мысль о бигхосте уже у вас в голове. Бигхост. Большой и хост. Что может быть лучше? Здесь есть автоустановка мода, лаунчеры и другие полезные инструменты для разработчиков серверов. Будь не как все. Будь всеми. Сынки еще не разные. Сампор РП, Аризона, РП. Почему-то типа играют в ГТА Сан-Андрес, когда я езжу в ГТА 5. Всем привет, дорогие друзья. ГТА 5 же лучше. Сегодня я дам вам сенсационную информацию. Просто я уже больше не могу молчать. Иначе мои личные сообщения будут дальше переполняться информацией о том, чем занимается директор Аризоны Сэм Мэйсон, он же Станислав Дмитренко. Это нужно немедленно остановить. Поэтому я, рыцарь без головы, взялся за решение этой проблемы. Наверное, таких не знаем с тобой. И сам влип в то, во что влипают те, в защиту кого я поднял меч. Ладно, об этом чуть позже. Давайте сразу к делу. Где-то в период с сентября, по соответственно этот месяц, а сейчас декабрь 22-го, в этот период времени я стал натыкаться ВКонтакте на сообщения с очень странным содержанием. Давайте я их вам почитаю. Давайте. 29 ноября я замечаю следующее сообщение. Расскажу, может когда-то будет полезно. Станислав Дмитренко, он же кто на РЗ? Основатель, либо что-то такое. Он, короче, обманул меня. У него постоянно посты по типу, кто хочет заработать 4К, пишите в ТГ. Я написал. Он мне сказал, что выведет деньги с пушкарты и закинет мне на Сбер. Ну... Типа, кто хочет денег, напишите мне. Я хочу, давай мне. Дам мне, ну что, дам твои карты и конты сзади скажу обязательно. Да, дам мне карты сзади, скажи, я тебе кину 4 тысячи. Серьёзно? Ну, то есть, люди до сих пор не понимают, что халявы не бывает. То есть, если где-то тебе предлагают халяву, значит, где-то дело пахнет керосином. Я думаю, хули ему доверять? Хули ему это не доверять? Серьёзно. Никому нельзя доверять людям, которые обращают тебе суперлёгкие деньги. Значит, где-то какая-то подстава, либо суперкриминал какой-то, либо тебя хотят наебать. Или пишет друг тебе своего профиля. Да, да, может его взломали, может что угодно быть. Не надо так делать, не делайте так, фу, не надо. Если для денег не нужно делать никаких усилий, значит, что-то не так. Эти данные не говорятся никому, даже сотрудникам банка, кстати, звонят. Да, потому что они могут быть не они. Да, не надо. Если что, лучше идите ножками в банк личный, разбирайтесь. Ну, я думаю, что, ему-то не доверять? Закинул, сделал всё, как он сказал. Ей, пиздец. И он меня в ЧС кинул. Везде. Везде. Дальше Андрей присылает скрины, на которых видно, как он действительно находится у Сэма Мэйсона в чёрном списке ВКонтакте. И также скрины с телеги, где фигурирует аккаунт Сэма. И якобы переписка была стёрта. Ниже Андрей пересылает переписку, по всей видимости, с другом, на которой видно, о чём именно они со Стасом общались в телеге. Либо меня сейчас жёстко на*** от Станислава Дмитриенко, либо я получу 2750 рублей. То есть они понимали, что есть такой шанс, да? И тут уже на скринах мы видим, что Станислав действительно сообщил Андрею, что он что-то там выиграл. Потом завёл разговор о деньгах. И знаете, как-то это всё завертелось, закрутилось. А, оно не так. Они говорят, что типа ты выиграл. Это твой выигрыш, я сейчас тебе пришлю денежку. По итогу, Сэм Мэйсон украл у него 3750 рублей. Да-да, директор Аризоны украл у игрока... Подожди, а как? А как? Что написано? Что у меня там, смотри, немного брал. У меня 3650, а так прокатит, могу списать и выплачу 2750. В смысле? То есть чтобы тебе скинуть деньги, нужно забрать твои деньги со счёта сначала? Как это вообще работает? И они про какие-то, говорят, деньги... А нет, правильно, что Киви с Бертиньков. То есть не игровые. Это не игровые деньги, это настоящие деньги, да? То есть я не понимаю, я не могу тебе кинуть денег, пока ты мне не дашь свои деньги. У меня оплата не проходит, да? Дай мне свои деньги, тогда я тебе заплачу ещё плюс свои деньги. Или чего? 750 рублей. Да-да, директор Аризоны украл у игрока 4000 рублей и стёр с ним переписку. Не, ну я хз, как это объяснить, наверное, мне на зарплату фармит. Ага, в таком случае ему осталось развести ещё около 150 таких челиков, и в принципе я получу ЗП. Так вот, дальше Андрей пишет. Я частично понимаю, что ты сделать ничего не сможешь. Но всё же, ну это не смешно, пользоваться доверием игроков. Так ещё и обманывать на такую аудиторию. Ну, не круто. Буду каждый день писать тебе хит, чекни. Он просто заплачирует. В смысле? Это сенсация, буквально разоблачение. А давайте прочитаю вам сообщение от ещё одного обманутого Стасом Мэйсоном человека. Хиток, привет. Я написал Сэму Мэйсону по поводу сотрудничества, а он меня обманул на деньги. Да ладно, опять? И сколько же в этот раз миллионов он получил в своей кармане? Давай сотрудничайте, повстеньте на кино. Давай, хорошо сотрудничество. Короче, игрок хотел устроиться на сотрудничество с РСФ в виде ютубера. И вот что получилось. Привет, как можно начать сотрудничество с Аризоной? Пишет этот человек Стасу. Дальше Стас отвечает. Какой канал? Сколько подписчиков? 134 подписчика, отвечает наша жертва. На что Стас пишет? Так, мы маленькие каналы на работу не берём. Но если хочешь бесплатно работать, мы можем взять тебя на так званую раскрутку. Что это значит? Ты снимаешь. Это как в магазинах тебя берут, как это называется? С практикантом, да? Мы тебя на стул посадим и так вот... Раскрутим? Если выдержишь, то да, возьмём. А ещё не облюёшь, да? Для нас видео совершенно бесплатно. Мы ничего тебе не платим. Но размещаем твои видео у нас в пабликах. Короче, всячески продвигаем твой канал. Идёт? Чёрт, а что так можно было? Возьмите меня на так званую раскрутку, пожалуйста. Дальше Чельк, видимо, очень обрадовался. Его вера во что-то невозможное придала ему не***ческой самоуверенности. Ну сначала кинем свою карту. Да, я бы очень хотел снимать на сотрудничестве. А можно мне ещё будет админку? Даже первый уровень хватит для начала. Безусловно, можно всё для работы. Донат будем давать каждую неделю за видео. Но у нас условия. Готов их выслушать? Да я бы и сам готов выслушать. Данная карта, да? Да, давай, давай, давай. У нас, сам понимаешь, минимальные расходы за пиар должен оплатить сам ютубер. Поэтому 350 рублей за этот месяц сможешь сейчас заплатить. И что вы думаете? Да, Челик заплатил 350 минимальных расходов. Директор Аризоны стал богаче на 350 рублей. И, видимо, от счастья столь крупной наживы закинул игрока в ЧАЭС. И больше не выходил с ним на контакт. Ты игрок последними сообщениями написал мне. Знаешь, хиток, если ты об этом не расскажешь всю правду в видео, значит ты тоже вор и воруешь деньги. Способствуешь этому обману. И это значит, я зря тебе верил. И ты виноват, потому что ты порекомендовал мне этот сервер. Тебе стыдно должно быть. Это что за херня? Это перекладывать ответственность? Это типа, есть, допустим, какой-нибудь грабитель, который грабил какую-нибудь там женщину, условно, там, мужчину, неважно. И ты приходишь к маме грабителя и говоришь, короче, ты его такого воспитала, сука, давай бьи деньги, короче, иди в тюрьму вместо него, потому что вот ты такая виновата, ты его воспитала вот таким вот. Ну, то есть, нет. Как бы, причем, он, может быть, сам не знает, этот автор канала хиток. Ну, знаешь, блин, этот чел, который пишет, они все странноватые здесь. Ммм, окей, мне стыдно. Тогда я специально сохранил интригу. Я не стал ему ничего писать. Подыграл его доверчивости, мол, блин, я сожалею, что так вышло. Надеюсь, Стас вернет эти деньги. Я постараюсь с ним поговорить. Ну, короче, я тянул приколямбу до последнего. Ведь, сука, как? В 2022 году, практически уже в 23-м, можно верить людям, которые представляются другими людьми. Если у вас туго с восприятием простейшей пустыронии, то прямо скажу, ни с каким Сэмом Мэйсоном эти люди не общались. Вконтакте и телегиану, это был не настоящий, чувак. Это были Сэм и Мэйсоны. Бля, я уже думал, да ладно, чтоб админ, бля, пошел. За 350 рублей. Что-то странно. Даже за 4000, я думаю, нахер от тебя рисковать, раз за 4-х косарей, там, свои репутации какой-то. Ну, когда-то много таких людей, ты зарабатываешь гораздо больше. Зачем тебе? Так они потом им объединятся, расскажут репутацию всю похеришь себе. Бля, слушай, жестко. Так же, реально могут подставлять людей? Да, могут, конечно. Представил себе какого-нибудь Дима Масленникова. 350 рублей вообще было смешно. Создал себе страницу ВКонтакте, 100 человек добавил друзья, и пошел писать, я Дима Масленников, хочу с тобой сотрудничать. А там галочка, там верификация. Только скинь мне сначала. Галочка. Ну, видишь, и так, видимо, верят. Наверное. Они берут его аватарку, имя, конечно же, копируют под ноль страницу, и благодаря новому потрясающему дизайну ВК, детали, к которым раньше цеплялись глаза, сейчас тупо находятся на потолке в дурке того, кто... Ой, я, кстати, не видела. А, смотри, Алина, дизайн поменяли, да, и, видимо, уже сложно заметить, привыкнуть, где там галочка, где что, то есть кажется, как будто тот же профиль. Не знаю, я в ВКонтакте вообще не сижу, я как-то заходила буквально пару раз, вот тебе на твою страницу. Там поменяли конкретно что, да. Так уёбски выглядит, как будто ты в группу зашёл. Нет, непривычно, скажу тебе. Мне не нравится. Просто не надо как бы уёбски, мне кажется, просто нам непривычно всё. То есть такое ощущение, что это твоя не личная страница, а как будто ты в группу заходишь. Как будто это не человека страничка, знаешь, я помню, раньше была группа, а раньше были вот конкретные странички. Как-то было легко разобраться, разграничиться, как будто везде одни группы. Ну, не знаю, мне не нравится, субъективно. Тумал этот дизайн. Поэтому хрен его знает, куда смотреть, чтобы отключить настоящую страницу. Да, у настоящего Сэма есть галочка. Но, как показывает практика, глаза за эту галочку не цепляются. Она не даёт никаких уникальных черт. Это было актуально до того, как они ввели смайлики рядом с Ником. Сейчас же отличить галочку от смайлика не все сильны умом. Если вы понимаете, о чём я. А что, смайлик в виде... А, смайлик в виде галочки поставил, всё. Здесь, например, челик мне жаловался, что создатель Аризоны просит у него, чтобы он принял смс на свой номер и сказал код, который ему придёт. И это не рофл. Он в натуре думает, что Сэм сидит смс-ки с кодами, рассылает счастливчика. Вот ещё один, ну просто уморительный случай. Тут фейковый Сэм Мэйсон попросил пароль от аккаунта, чтобы зайти проверить техническое состояние аккаунта. И за это игрок якобы получит 50 тысяч азекоинов. И, думаете, не прокатило? Прокатило. Ещё как прокатило. Конечно. Аккаунт был продан на фанпэй. Ну, тут хорошо, хоть игрок понял, что повёлся на глупейший развод. Но плохо, что понял лишь после того, как потерял аккаунт. Ладно. Коль занимается какой-то сверхразумом. Тут детей обманывать, на самом деле. Ничего захотел. Детей, взрослых людей обманывать. А взрослых тоже не было. Абсолютно разного возраста. Я говорю даже не про пенсионеров доверчивых, да, а про обычных людей, заработающих, которые там, не знаю, по 30, по 40 лет, такой средний возраст, ещё как разводит. Ты придумал ему хорошее, через что, знаешь, приз за то, что ты мне дашь аккаунт? Конечно. А люди, когда видят, знаешь, вот этот приз, у них дальше уже мозг выключается, а не то, что было до, они уже не могут реализировать. Они уже такие, деньги, или там, приз, вау, круто, это халява. Ты знаешь, как вот... Конечно, да, конечно. Тоже привести пример. Допустим, игра в Геншин, и там же есть тоже система доната. И есть куча каких-то сторонних площадок, на которых ты можешь как-то купить дешевле, заплатить меньше денег, да, из-за тенанции те же самые количество типа кристаллов, как... Я вообще считаю, что это, ну, чухня, потому что рано или поздно эту лавочку прикроют, потому что, ну, это могут забанить, и это как бы ненормально, потому что здесь конкретно официальная площадка, официальные расценки. Может быть, дороже, чем официальные, но дешевле быть не может. Значит, это какие-то стрёмные схемы, понимаешь? Схемы, которые пока стоящие работают, но потом, знаешь, типа, не удивляйся, когда вдруг какау будет заблокирован. Или что-нибудь ещё там случится, да. То есть я считаю, что нужно смотреть, как у тебя официально всё показано, официальные расценки, или то же самое, как, знаешь, покупка игр, допустим, где-нибудь там на каких-нибудь площадках, типа Epic Games или Steam тоже. То есть у тебя есть какая-то официальная цена, ты за неё покупаешь, всё, сидишь спокойно. Делось мне его патроллировать. Ну, знаете, как я умею. Очень весело. Для начала я выяснил, что чаще всего в разводах, на которые мне жалуются, фигурирует тот самый Стас, который просил 350 рублей на раскрутку. Этот Стас самый активный, да ещё и находчивый. Не каждый долб***ь может придумать такой развод с раскруткой. Вот ему-то я и решил написать. Представился я ему, как начинающий ютубер, желающий сотрудничать с проектом. И ниже кинул ссылочку, якобы на мой канал. Однако, эта ссылочка непростая. Я зашил туда IP-блогер, с помощью которого мы можем узнать, откуда наш чудик сидит и разводит челиков. А потом, как подойдёт время, я жутко его напугаю, воспользовавшись информацией, которую он мне сам отдал, по сути. И через некоторое время он ответил. Да, мы принимаем на сотрудничество... Никогда на такие стрёмные сутки, никогда в жизни бы не кликнуло. Я бы сказала, сделаем скриншот и пришли картинку. Я помню, нам один раз... Либо прислали нормальную ссылку. Я помню, нам один раз предлагали, вот когда мы один раз брали рекламу на мультиках, это был HyperPC, мы думали, мало ли, какие-то мошенники представляются HyperPC. Мы говорим, можно нам не текстовый файл, пожалуйста, а просто скриншот конкретно текст, потому что мы какие-то документы, ничего-то скачивать, открывать не будем. Потому что мы один раз чуть не попались. Это же какое-то приложение там говорили, какой-то сайт. Сейчас ни любой, ни документ не скачиваешь. Жопу нет, просто пожалуйста. Ни картинку там, ни ссылку не нажимаешь, если она вот какая-то странная такая, знаешь. Ну да, бывает даже когда YouTube, сто раз проверяешь, чтобы было корректно YouTube, а то знаешь, там будет купить ют.юбе какой-нибудь, это будет ни хрена не YouTube. Потому что так очень много людей попадается. Конечно, там адрес почты, там будет ни хера не почта. Мошенники очень хитрые, сейчас с ютубером. Ссылка, которую ты скинул, идет не на канал. Скинь на канал. Дальше я ему кинул на рандомный канал. Он по... Жесть. Какао рэпэ. Это Санислав, который фейковый, видно тоже самое. Думаешь, он здесь получается нажал, ссылка идет не на канал, не на канал. Сразу же были подозрения, что ты нажал на ссылку, а она не на канал. Смотри, какая ссылка была в начале, клик.ру. Вот мой канал, а внизу вот, YouTube.com. Ай, божечки. Посмотрел и приступил к своей стандартной схеме. Хорошо, мы можем взять ваш канал на бесплатную работу, но заняться его продвижением. То есть, будем публиковать твои видео у нас в пабликах и на форуме. А затраты все же за тобой маленькие должны быть. Чтобы... Нам же 500 рублей. Ну, за это нужно заплатить 500 рублей. И сразу канал будет внесен в перечень сотрудников на раскрутку. А также нужно снять пробное видео и отправить мне. Готов? О, пробное видео. Вот тут-то я сейчас его и подколю. Так как он перешел по ссылке, я получил его IP-адрес. Живет он в Витебске. Это 100% сейчас. Ну, что сделать пробное видео, как он просил. Но позже он дописал, что заплатить нужно до того, как я сделаю пробное видео. Короче, я сделаю так. Если я сейчас заплачу и начну делать... Мне очень интересно тогда. Хорошо. Чего, получается, получал переводы явно на белорусскую карту, да? Им не заинтересовалась наша налоговая? Вообще-то. Или там есть маленькие суммы, то нет. Нет, если маленькие суммы, то может быть нормально. Но если их много маленьких сумм, ты могла заинтересоваться на самом деле. Ну, у нас же много обманул людей. Да, потому что на самом деле могли быть большие проблемы в Беларуси. То, что у нас, когда ты получаешь переводы из-за границы, и особенно если они там достаточно крупные, либо они там частые, то тебе присылается письмо счастья из налоговой или там от банка, и говорят, что за прикол? Плати с этого налог, давай топай. Что это такое? Объясняйся давай. А до этого плати штраф. Да, если ты просл... Административка. Если ты получал какой-то незаконный доход из-за границы и не выплатил с него налог, то, пожалуйста, административное правонарушение, просто накапал штрафы в пеня, и, пожалуйста, все вот это вот о плате, а потом еще сам налог. Угу. На видео, то я тупо улечу в ЧАЭС, и видео донести до него не получится. Так что я переведу ему 300 рублей, скажу немного подождать остальную сумму, и вместо суммы закину ему видосик, пока он не начал меня игнорить. Дальше смотрим реакцию и ловим рофлы. Так, скинул я ему 300 рублей, и позже видео, которое я снял. Вот что у меня получилось. Здрасте, я ютубер Миша. Я люблю Манекдрафт, Самп, Аризон Ролеплей. Вот мне нравится этот сервер. Кстати, как там в Витебске погода, у**бак? Шо ты, пи**ара, думал не найдем тебя, б**ть? Короче, верни мне бабки или твое айпи станет достоянием общественности. Ммм, какая реакция. Сразу хиток, что ли? Сразу знали, кто? Миша не знает, что... Сразу раз таки, чё? Нет предела. Кстати, он ещё у меня знает, как оказалось. Да. Деньги возвращать он не спешил, поэтому я отправил ему голосовую. Давай, ты вернёшь мне деньги, и мы им вернемся. Ну, ничего этого не сработало, и в итоге меня развёл основатель Аризоны. Ну, что 300 рублей получил? Давай, показываем. У меня 300 рублей. Ладно, на самом деле плевать, я хотел, главное, чтобы весело получилось. Вот такие дела, друзья. Не доверяйте вы никому в интернете. Сколько об этом можно говорить? Никому нельзя доверять. У меня же не только в интернете. Если вы хотите, чтобы я пробил его аккаунты на Аризоне, а я уже пробил, они есть, тогда подписывайтесь на мой телеграм-канал и дайте об этом знать. А на этом у меня всё. Большое вам спасибо за то, что посмотрели это видео. Будьте в хорошем настроении, делитесь этим видео с друзьями, обязательно оставляйте комментарии. Ладно, сейчас, подожди. И до новых вам встреч! С одной стороны всё вроде классно, разоблачение, а с другой стороны всё равно закинуло 300 рублей. Да, и чувак думает, ебать, круто, я ещё в ролик попал. Киток, классно, что 300 рублей получил. Бля, бля, киток про меня видео снял. Всё равно выигрыша. Ну, похер, да, я думаю. Я вообще скинула всё. Публикуем мой IP, что ли. Они не знают на эту, я думаю, на страницу пожаловаться, чтобы заблокировались, мошенничество, но он уже другую создаст. Типа похер вообще максимально. Да, поэтому старайтесь бездумно так ничего не делать. Проверяйте в интернете и по телефонным звонкам. И когда особенно вам обещают какую-то халяву, или там, знаешь, говорят там «твой родственник куда-то там попал», тоже не надо сразу бежать вперёд. Пожалуйста, всё попроверяйте по сто раз. Потому что очень часто такие разводы, на доверчивость у людей очень часто играют. Каждый раз всё эти разводы придумывают более изощрённые, потому что старые схемы вскрываются. И каждый раз это будет всё более-более хитрожопый способ обмана. Да, поэтому людям лучше не доверять, чем доверять. Это жёстко, это больно, это очень неприятно, зато потом ты будешь сидеть в дураках, максимально разочарованный в человечестве.